Масштабные преобразования на ФАД Кавказ начались еще в прошлом году. Сроки сжатые. Уже в 2020-м трасса должна полностью функционировать. В зоне строительства 386 частных и предпринимательских участков. Главная задача, которая стоит перед федеральным автодором – выкупить территории, которые препятствуют расширению дороги. Но без сложности в этом вопросе не обходится. Продать свою землю жители не против, но многих не устраивает цена вопроса. Проблема в том, что федеральный автодор закупает только нужную им территорию реконструируемой трассы. На примере, если участок, который мешает, занимает треть своей территории, ФАД Кавказ, выкупается только часть. Остальное владение остается в распоряжении жильцов, но владельцы с этим категорически не согласны. Если выкупать, то полностью местная администрация недовольства понимает и пытается найти адекватное решение. Продолжение следует... А некоторые считают, что местная власть сдаёт незарегистрированные участки, дабы получить с этого выгоду. Одно из таких заявлений было опубликовано в соцсетях. Продолжение следует... Проблема своей задачей добычи. Продолжение следует... Ведь не знание. Проблема в том, что есть личная работа. Пройдет в ответ. Вышло недопонимание, говорят в местной администрации. Эти земли были заселены давно, и они не имеют никакого отношения к сложившейся ситуации. В федеральную трассу М-29 вложено много средств, и масштабная реконструкция будет осуществлена в срок. Проблему с выкупом решат в ближайшие дни. По словам администрации города Назрани, федеральная служба Автодора выделит на это соответствующие средства. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Ахмед Гондаров. Новости 24.